Всем здрасте, с вами Сеня. Сегодня будем распаковывать с вами коробочку красоты от компании Royal Samples. Коробочка с надписью «Трансформатор женский клуб». Что бы это значило? Я подсмотрела, конечно, что там есть, но еще не изучала наполнение. Давайте вскроем. Запах косметики в этот раз. Вот оно, наполнение. И даже еще не читая буклетик, первое что-то я отсюда возьму, это мицеллярная водичка. В прошлой коробочке мне тоже такая попалась. Классная вода. Потратила примерно так вот половинку с собой в больницу, как раз ее брала. И хорошая вещь, просто прекрасная. Надо будет, кстати, узнать, можно ли как-то повторно использовать эту бутылочку под ту же мицеллярную воду. И, например, в какую-то поездку, в такой маленький формат, брать очень было бы удобно. Буклетик отличается дизайном, и здесь все так же, как и обычно. То есть расписано все, что необходимо знать про те продукты, которые положены в коробочку. Не знаю, честно говоря, как было бы удобнее рассказывать про наполнение самой коробки. В этот раз давайте попробуем вот так вот на вскидку просто брать. Первое, что попадется, и смотреть. Значит, кондиционер мини-версия. Целых 75 миллилитров. Ну, тоже, можно сказать, такой дорожный наборчик. И могу сказать, что вот я со своими такими сухими и вьющимися волосами в кондиционерах всегда остро нуждаюсь. Не так нужны шампуни, как хороший кондиционер. Чем его больше, тем лучше. То есть буду его пробовать при следующем мытье волос. Сейчас как-то протестировать его будет, наверное, невозможно. Пахнет кондиционером, как ни странно. За 250 миллилитров 699 рублей просят за такой кондиционер. Пишут, что он придает волосам аромат, стойкий, который вы будете чувствовать на протяжении всего дня. Стойкий аромат кондиционера. Ну, по крайней мере, я как-то не почувствовала чего-то такого выдающегося. Но, с другой стороны, у меня насморк, поэтому могу и не почувствовать. Филорго крем таймфиллер. Насколько я прочитала в буклетике, супер крем от мимических морщин. Мне необходимо вскрыть и посмотреть, что же там такое, какой там объем. Очень большой объем. Красивый тюбик. Мне кажется, очень экономное будет использование. Вообще, я попробую. Правда, у меня данный крем, он как против морщин антиэйджи, против морщин сухости. И, как пишут, опять же, на упаковке, там какие-то колоссальные результаты после 28 дней применения. Мне интересно. Потому что у меня, например, такие активные мимические морщины уже там с 18-летнего возраста. Там тот же лоб или что там еще. Ну, в основном лоб, наверное, да. Вот эти вот межбровные, когда хмуришься, что-то рассказываешь. Интересно, сработает ли он. Коробочка просто царствуем летних таких вот миниатюрок, которые необходимы и в поездках, и когда у тебя мало времени, нужно что-то успеть сделать. Вот тут, например, батист. Тем более, с ароматом вишенки. Кстати, вот вишневый я, по-моему, еще не пробовала. Возьму с собой обязательно на дачу. Потому что там, например, помыть голову большая проблема, а приличный вид хотелось бы иметь каждый день. Еще один спрей в коробочке. Сухой спрей для дефинирования. Если честно, такое слово я слышу впервые. Вообще не очень понимаю, в чем смысл. Но, насколько я почитала в буклете, смысл в том, что это, ну, грубо говоря, как сухой шампунь, но вот немножко какой-то другой. То есть это отличная альтернатива сухому шампуню. И в основном он необходим именно для объема. То есть, ну, если бы у меня, например, были волосы склонные к жирности, и они бы вот как сосульки висели бы, там, ко второму дню носки, например. Добавить объема, пойти куда-нибудь, не знаю, в кафе, на вечеринку, на свидание. Или просто прилично выглядеть какое-то время, пока ты до дома идешь. Пахнет какой-то свежестью. Любопытно, надо будет попробовать. В принципе, что я говорю, у меня сейчас столько стайлинга на волосах, что у меня у самой волосы с сосульками висят. Но мне так, правда, лучше, чем с одуванчиком ходить. Вот это для меня что-то интересное. Насколько я понимаю, это шампунь. Но, знаете, баночка такая, как будто бы это спрей. Но вроде как нет. Очень интересный формат. Шампунь фитомелизим. Для окрашенных волос, то есть, он, по идее, должен возвратить цвет или, наоборот, его поддержать, чтобы волосы, например, мелированные не желтели, или краска просто не слезала, не исчезала для тех, кто тонируется. Аромат какого-то такого яблочка и, ну, в принципе, что там шампунь. Ухаживать за волосами, конечно. Что самое интересное, в составе для начала идет даже не вода, а экстракт цветочков. Гибискус. Дальше я, возможно, набру. Флаур экстракт. Потом вода. А потом уже что-то там страшные слова какие-то. Также в коробочке мини-рукавичка Глов. У меня как-то попадалась уже вот такая вещица. И она вот такая маленькая, признана для того, чтобы как-то вот поправлять макияж. Наверное, это относится больше к стойкому макияжу. Вот, например, летом, когда ты не хочешь, ну, не знаю, там, накрасился водостойкой тушью, и вот что-то там случилось, она у тебя растерлась, и ее действительно уже вот просто так водой или растираниями пальцев не убрать. Ну, а с такой рукавичкой, может быть, дело при него бы более интересный оборот, и, может быть, она бы с этим и справилась. Честно говоря, я не уверена, буду ли я этим пользоваться. Мне кажется, я скорее как кому-нибудь презентую. Ну, такая милая вещица, подарочек. Ну, потому что, как правило, меня пользуюсь такими тушами, которые способны и вот истериться от пальца спокойно. Маленькая Малюська Бенефит. Как мне нравится фирма Бенефит. Ну, и компания. У них такие дизайны милые, все такое вот, подача шикарная. И продукция у них интересная. Кстати, тушь от Бенефит, вот помню, мне очень-очень-очень нравилась. Милота. Так, это штучка для бровей. Я ее вскрою, просто посмотрю. Мне просто любопытно, как это выглядит. Ну, опять же, у меня татуаж, мне для бровей ничего не... Ну, ты моя прелесть. Вот о чем я говорю. Посмотрите, какая масенькая. Вот это я понимаю для бровей. А не то, что вот в предыдущей коробке мне попадалась там огроменная щетка, вот какие-то... Вы знаете? Я это отдам своей маме, потому что она любит такие штуки, ей для бровей нужно. Но я думаю, что она не будет против, если я сама даже на свой татуаж попробую. Мне вообще очень любопытно, как это подчеркнешь, может быть. Вот в татуаже, конечно, все хорошо, все замечательно. Но иногда, наверное, вот когда особенно сильно яркий макияж, ну, брови-то смотрятся естественно, но иногда прям... Ну вот, надо как-то еще их сильнее подчеркнуть. Форма идеальная, все прекрасно. Ну вот, да, бывает, бывает такие моменты. Очень крутая миниатюрка. Дальше у нас тут такая коробочка. Такое ощущение, что это помада. Это жидкий бронзат. Ух ты! Мини! Надо секунду. Почитаю. Роуч Бани Роуч. А, Руж Бани Руж. Господи, Роуч. Изысканная мягкость золотых микрочастиц подарит коже шелковое сияние. Можно смешать с тональным средством, либо использовать как хайлайтер. Только почему-то такой бронзирующий. Ой, тут есть кто? Вот. Какая маленькая мылипусечка. Оттенок 0,65. Миниатюра тут так и написано. О, ой, она еще и с фольгой. Жидкий бронзат. Сейчас будет такое коричневое пятно на руке. Не очень симпатично я показываю, но в жизни это мило и впахнет вкусно. Мне кажется, таких вещей, вот действительно, зачем большая упаковка, когда вот маленькую, зато ты ее используешь, она всегда будет у тебя свеженькой, не запылится. Разумный размер, даже миниатюрки. На лето 100% хватит, особенно, ну, если как бы этим всем не увлекаться. Малюсенький пробничек, крема ночного, guinot.com. Я прошу прощения, если перевру название, но стоимость этого крема за полноразмерку меня, честно говоря, поразила. Наверняка это какая-то мегаволшебная вещица. Стоимость за 50 мл 8 640 рублей. Какое-то золото в тюбике. Снимает признаки усталости, снимает стресс и напряжение, свежесть и сияние придает коже, смягчает, улучшает эластичность. Ну, проверить можно. Омолаживающая хронобиологическая сыворотка. Это название я вот из этой бумажки прочитала и сама не поняла, что прочитала. Реально хронобиологическая, омолаживающая. Насколько я понимаю, это вообще дневная именно сыворотка. Как тут много в этой коробочке, в этот раз анти-эйдж средств или средств против морщинок. Как знали. Стареем он, стареем. С каждым днем становимся все старше. Знаете, как-то вот такая коробка, в которую даже вот сразу на себя не намажешь. Ни тебе маски, ни вот чего-то такого. Ну, помимо бронзата, что можно вот прям показать, как это выглядит. Так, следующее. Тоже анти-эйджинг. Тоже дорогущий крем за 50 мл. Моделирующий, регенерирующий. Тюбик тоже небольшой на пробу. 10 мл. Но 10 мл это вот хорошо для миниатюрки. Тоже борьба с глубокими морщинами. Вот и правда. Скажите мне, как мне эти кремики пробовать? Потому что, тоже помню, когда снимала еще раньше на старой квартире все эти коробки красоты, ну, как-то вот частично я что-то отдавала своей маме, особенно из-за анти-эйдж средствами. И единственное, наверное, ее, как бы, мнение было на эту тему, что, о, классный крем, мне понравился. Ну, все ей нравилось. Ну, и какой в этом практически смысл? Как оставить свой отзыв, если все человеку нравится? Александр, тут, кстати, что такое, что для тебя есть? Что, нам опять строим материалов? Нет, нет. Здесь аромат для него и для нее. И тебе предлагаю его попробовать. Я его запрямительна. Я знала, что ты мне придешь мешать, снимать. Шуршать здесь. На, пробуй. Ну, попшикайся и... Это пить надо еще? Нет, это не пить надо. Это... Попшикать себе вот так на ручку. Да не на меня! Мне не нравится. А мне... Ой... А мне, как сказать... На какой-то он нужен. Мускусный аромат. Да как водкой облился. Ты меня облил. До свидания, Александр. Ну, давай. Я теперь пахну, как мужик. Фу. Мускус. Мне иногда, особенно вот последние годы, вот эти вот ноты мускуса, они как-то раскрываются на мне, как мыло. И мне это обычно не очень нравится. Очень серьезный, деловой такой, на мой взгляд, аромат. Нарсисо Родригес читается. Будем знать. Ну, куда их теперь девать, если мужу не понравилось, а я к этому... Не, ну я за... Вот меня пахнет мужиком теперь. В этой коробочке лаки для ногтей. Обычно я пользуюсь гели-лаками, но, как видите, сегодня у меня ничего нет на ногтях. Как раз повод попробовать что-то. Значит, здесь, насколько я поняла, средство для супер-сушки ногтей и какой-то оттенок. Так, оттенок 83. Коллекция Культура Цвета. Извините, что я читаю с упаковки. Давайте вскроем. Так, и смотрим. Жидкость такая, которую надо наносить. А, не для сушки, я поняла. Это, ну, как база, что ли. Вот такая прозрачненькая. А второй, это ци... О, господи, какой розовый цвет. Он реально очень розовый. Прям пинг. Ну, попробуем накрасить. Ладно, уговорили. Будут розовые ногти. Интересно, сколько продержится. Потому что даже гель-лаки у меня недолго держатся на ногтях, а вот такие обычные, ну, день. Полтора, может быть. Бонд-подготовка плюс цвет. Это настоящий прорыв в технологии нанесения лака, который продлевает жизнь покрытия и защищает ноготь от пересушивания. Поразительная стойкость и слепительный блеск и глубина. Вот так. Структурирующий тоник. 30 миллилитров. Для того, чтобы попробовать. А, накапает. Пахнет приятно. Так, что про тоник пишут? Буду читать, потому что я уже не знаю. Нежный, не содержащий спирта тоник для кожи лица. Приносит чувство комфорта, оживляет, тонизирует, ревитализирует и освежает кожу. Обалдеть. 2270 рублей за 200 миллилитров. Что тут еще? Тут еще один тоник. Ну, я могу назвать эту коробку ухаживать за собой. Особенно, если ты стара. В смысле, ну, возраст. Не возраст. Короче. Академия. Не содержит спирта на основе яблочной воды. Тонизирует, увлажняет. Ну, что от тоника нужно? Тонизирование, увлажнение. Все. Главное, чтобы там не сушил. Главное, чтобы приятно было после него. Ну, кожа лица, чтобы не стягивала ничего. Не пахло что-то резко. Просто кому-то какие-то тоники подходят, кому-то нет. Вообще, в коробке это классно, что два тоника. Можно, ну, просто протестировать один, второй, сравнить их между собой. Кстати, что я и сделаю. Анна Латан праймер. Такой крем-гель под макияж. Праймеры, как правило, интересуют на область лба. Тут у меня много кремиков, которые должны избавить меня от морщин. Этот праймер, он, по идее, должен как-то вот эти морщинки заполнить. И тональный крем должен лечь легче. Насколько я понимаю, сущность праймера, да. И он должен как-то вот сцепляться с тональником, так, чтобы он не сполз лица. Возможно, не окислился, не стал показывать какие-то недостатки, шелушения, подчеркивать эти все моменты. Есть один тональник, который вот очень капризный. Сахер бы заказывала какой-то корейский праймером. Надо его попробовать. Вдруг сработает. Будет интересно. Ну, и в конце самое последнее, что мне положили. Две мягкие паровые... Мягкие, мягкие, просто паровые масочки для глаз. Как-то раз тоже ими пробовалась, вообще необычное ощущение, когда у тебя глаза греются. Странно. Без аромата, слава богу, потому что у меня в прошлый раз был аромат лаванды. И у меня он, скорее, большой напряг, потому что лаванда была какая-то химическая. Так что, если они без запаха, это здорово. Снять усталость с глаз. Классно, что две. Спасибо. Очень здорово. Температура 40 градусов. Успокаивает за 10 минут. Коробка Alice. Вообще, Royal Samples, я вам так скажу, выкрутые. Столько всего. Даже не знаю, что с этим делать, как это тестировать, как все это успеть. Потому что, ну, коробки раз в месяц получаются. И столько новых средств я еще и с прошлой коробки не успела до половины допользовать. Ну, видимо, надо поторопиться. Вот такая коробочка. Всем огромное спасибо за внимание. В этот раз, к сожалению, пока что без промокодов. Но, может быть, что-то в следующий раз Royal Samples придумает интересное. А может быть, через раз. Не знаю, посмотрим, как пойдет. Пока, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова